Ну, знаете, такая неделя, конечно, Аховская была, вот много событий и много таких крючков на будущее, о которых вот сейчас, кажется, вообще не время говорить. Но в наших с вами беседах мы пытаемся какую-то визию сформировать и что-то как бы вот предложить для размышлений. Начать я предлагаю с, ну, условно, новой стратегии, новой войны, новых подходов, нового главкома из команды Старого. Ушел заложенный с хорошей, как бы, да, вот, с хорошим антуражем. Кто-то говорит, хорошая мина при плохой игре, кто-то говорит иначе. Не состоялся, ну, не был масштабный какой-то протест или там акция на Майдане дня вчерашнего. Но все больше вопросов, так, а что нам готовит, условно, война с новым главкомом? Западная пресса бурлит и, скажем так, критикует его хвост и в гриву, там, имя СНИК, слово, и там, генерал 200. Внутренняя какая-то история пытается стабилизировать, да, вот, ситуацию, имея в виду средства массовой информации о том, что вот, смотрите, какой генерал. Но, с другой-то стороны, что поменяется? Потому что одни говорят, что ничего. Другие говорят, что, ну, вообще, собственно, это замена, это как бы шило на мыло. Третьи говорят, что есть некая идея наступления в 24-м году. Как вы смотрите на процессы, происходящие вокруг вот смены ключевой фигуры в войне главнокомандующего? Еще раз здравствуйте. Вопросы правды не праздны. Мы с вами неоднократно обсуждали вот этот странный аспект Федомена Залужного. Мы говорим о человеке, которого не знаем. Ну, мы его знаем по селфи, по писанным статьям, по многочисленным слухам, по живописаниям западных журналистов, которые почему-то знают больше, чем мы. Поэтому нам нужно самим себе признать, что мы опираемся скорее на сформировавшееся сарафанное представление, чем на суть дела. Потому что, по большому счету-то, и собственное действие Залужного как главкома нам до конца неизвестно. Ну, его связывают с военным планированием, с проведением военных операций по должности. И, наверное, действительно, он как главком причастен ко всем как славным, так и трагичным страницам. Я хочу это подчеркнуть. В частности, все, что связано с трагедией начала войны, с этим связано главком. Я часто вспоминаю его же цитату, по-моему, в журнале «Тайм» в сентябре 2022 года, где он откровенно дал понять журналисту, что мы до последнего скрывали наши планы, чтобы враг и не подозревал. Но это же значит и то, что это влияло, например, на отказ от организованной эвакуации, чтобы население не знало. Вот таких страниц, я думаю, много. Но не суть, я не к этому веду. Ну, несомненно, учитывая авторитет Залужного, который несомненен среди военных, а это много значит, это значит, что внутри военной организации сформировалось уже устойчивое представление, с кем они воюют и кому мы не доверяют. Несомненен его авторитет вовне, мы это тоже видим и по публикациям, и по отношению к нему. Ну, недавняя фраза министра обороны Умерова, которую процедировали в одном из изданий американских, о том, что Залужный даже вел собственную дипломатию, связанную с поставками вооружений, не согласовываясь с верховным накомандующим. Конечно, я уже в одном из интервью говорю, что это гадостное замечание, мелкое. Но за ним стоит еще один момент. То есть Залужный в это же время еще был военным дипломатом. И это многого значит. То есть это значит, что кроме текущей работы с партнерами в штабах, согласования данных, использования разведки, то же вооружение, которое, видимо, согласовывалось, не столько технология поставки, сколько виды, направления, размеры, количество, которое нужно было для военного планирования. А это говорит о том, что на нем тоже замкнулось очень много связи и доверия. Ну, согласитесь, да, в любой дипломатии, кроме формальной стороны, есть же еще личный контакт, эмпатия, проверенное временем какое-то взаимодействие. Поэтому на сегодняшний день главком Залужный это некий такой коммуникативный центр и центр принятия решений, который убрали. На его место формально поставлен военный, у которого очень схожие характеристики. Он, говорю, командующий сухопутных войск, что хорошо, у нас сухопутная война. У него тоже бэкграунд боевого генерала. Он давно в практическом деле, это не штабник. Я не собираюсь обсуждать с вами слухи о нем, потому что я не могу доверять всему потоку, кто там жестокий, кто не жестокий. Я не могу это оценивать, не вправе. Но я признаю, что мы имеем тут тоже дело с опытным военным. А теперь вопрос, ну раз один опытный, да еще с таким капиталом заработает, это капитал, да, личный капитал, политический, военный капитал, и принимается решение его замены, то, по всей видимости, есть куда более глубокие причины, чем просто личная симпатия, рейтинги, все эти глупости, на которые я стараюсь не реагировать. Я бы порассуждал о нескольких аспектах, действительно связанных вот с глубинными причинами. Ну, давайте начнем с того, что действительно подтверждалось военными. Если в 2022 году верховный командующий на всех площадках говорит, что он доверяет военным, что военные знают, что делать, да, а он помогает обеспечивать, политически поддерживать, международная поддержка, все дела, то в 2023 году мы начали слышать другое, выраженно, особенно вот после осени, ну, которая вошла в историю, как осень, так и успехов. Херсон, Харьков, что все решается на Ставке, что лично верховный командующий пытается вести работу, уже не только, так сказать, международную организационную, но и военного планирования, что он ставит задачи. И вот где-то в этом контексте возникло то, что обсуждалось и в ваших эфирах. У нас, помните заявление одного из депутатов, что у нас уже две армии. Одна армия – это та часть вооруженных сил, которая любит и доверяет заложенному, а вторая часть армии субординирована и слушается верховного огонокомандующего. Вообще, конечно, редкая глупость, но если предположить, что на уровне военной организации в целом разных родовых видов войск произошло вот такое расслоение, то это глобальная проблема. Это проблема обороноспособности. Так увольнение ее не решает, а усугубляет. Сейчас, сейчас. И мы, независимо от того, какая из фигур симпатичнее, популярнее, должны искать решение этой проблемы по существу дела. Вернуть военной организации вот такой вот вертикальный, субординированный, дисциплинированный характер. Я предполагаю, что это одна из причин, по которой Зеленский искал вариант замены главкома, чтобы пришла фигура, которая решила проблему сбора. Да, выглядит это крайне странно, потому что убирается фигура, ставшая уже популярной и в народе. У нас уже рейтингуется, там опросы делаются. В общем, несомненно, тут это уже чистая политика, которую тоже не очень хочется обсуждать. У нас выборов нет, а военных начинают уже заведомо куда-то выбирать, назначать и так далее. И то, что написал недавно, ну, то, что я встретил в прессе Сырский чуть ли не в первые сутки своего назначения, он, собственно, это подтвердил, что нужно сейчас, значит, воедино разработать планы вплоть до корпуса, обеспечить субординацию и так далее, и так далее. То есть он подтвердил, что это одна из причин, и ему поручено ее решать, исключить двоевластие. Опять же, так как многие уже высказали, что Сырский очень слушает верховного главнокомандующего, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, по всей видимости, Зеленский выбирал из тех фигур, которым лично доверяет, и считает, что это все теперь будет работать в динозу упряжки. А возвращаясь к постановке задачи, наверное, ставка, Зеленский, Сырский, теперь вот это центр принятия решений, единый, в котором верховный главнокомандующий, наверное, будет главным. Что это может означать на практике, мне сказать сложно, потому что, когда обсуждалась, например, компания, оборонительная компания 2022 года, я тоже хочу это напомнить, в прессу просочилась информация, она обсуждалась, причем обсуждалась и политиками, и экспертами о том, что Залужный не считал нужным согласовывать свои оборонительные планы с международными партнерами, что вызывало даже некоторый вот то ли не доверял, то ли какие-то проблемы были у него здесь с руководством, а давайте вспомним чемпионаманию этого времени, Кротовы, это все вместе. Но суть в том, что попытка планировать, просить деньги, оружие, но при этом планировать самостоятельно, не согласовывая, была и со стороны прошлого военного командования. Сейчас вполне возможно будет попытка создать вот такое решение плана войны на год в таком тоже автономном режиме. Может быть, поэтому у Зеленского не очень хорошая пресса, журналисты, обозреватели подозревают, а как теперь будет планировать Киев? С нами или без нас? В эти разрешения или что-то согласовывать? Вот это первый блок. Теперь второй блок, связанный с военным планированием. Чем мы закончили прошлый год? Риторическим, а какой план? Ну, честно говоря, учитывая, что мы дуже голослы в анации, мы вообще привыкли все обсуждать в диапазоне холеры, эпидемий, и биохимии какого-нибудь вируса до состояния дел на атомной станции, как там распадаются атомы, и кто у нас из инженеров является более компетентным в процессе этого распада. Поэтому неудивительно, что мы всем миром в Украине еще обсуждали план войны. Хорошо, хоть не вынесли на референдум, слава богу. И закончился этот весь бардак с заявлением президента Зеленского, что хватит. В прошлый раз у нас чуть ли не каждый продавец пиццы знал, куда пойдут вооруженные силы, какое у нас направление главного удара, теперь нет. Ну, так это благодаря кому? Постойте, постойте, я не об этом. Но при этом он сделал акцент, важный акцент. Фокус Крым. Помните такую реплику? Фокус Крым. И я бы, отталкиваясь от этого, предположил, предположил, что, считывая, что в 2024 году об этом высказались и официальные лица, и об этом написаны уже десятки страниц, украинская вооруженная сила сталкивается с несколькими системными проблемами. Первая системная проблема – это состояние. резервы, усталость, хромающая мобилизация, поздняя, запоздалая подготовка линий обороны, а это ведь тоже потери, потому что у противника есть постоянное преимущество, он лупит по плохо подготовленным оборонительным рубежам, не дает возможности отстроить эти оборонительные рубежи. Вторая системная проблема – это состояние тыла и обеспеченность армии. если в 2022 году у нас с флагом ходили, что волонтеры чуть ли не сами патроны подносят, то к концу 2023 года это системная проблема, связанная даже с обеспечением вооружения, боеприпасами и так далее. И, ну, я не знаю, если раньше вот так мы публично обсуждали, куда пойдет ВСУ в контрраскуплении в 2023, то сейчас все обсуждают количество снарядов. Я не очень понимаю, честно говоря, суть дела, зачем это обсуждать. Сколько у нас? Один к десяти стреляют, один к пяти, но тем не менее тема, в общем, она отражает то, что там что-то не в порядке. А раз не в порядке с составом, с обеспеченностью боеприпасами, мне сложно судить о том, надеюсь, что там более-менее сохраняется какой-то баланс с резервами техники, подвижной состав, байнетанковая группа РСЗО, но все это в целом говорит о чем? Какое наступление? На основании чего? Ну, я же не открою тайну, это, мне кажется, сейчас известно любому интересующимся уже военным делом, что для планирования наступления успешного необходимо превосходство над противником в разы, в подготовленной живой силе, подготовленной живой силе, обеспеченностью боекомплектом в разы, а также гарантированными резервами для того, чтобы обеспечить превосходство в огне, а также преимущества в критически важных сферах, таких, например, как воздух. На сегодня это что? Это современное РСЗО, обеспечивающее дальность от 70 до 100 и выше, поддержка ракетами тактическими, авиация и дроновые войска. То есть без этих факторов вообще планировать наступление, мне кажется, это волюнтаризм. Можно говорить о каких-то отдельных точечных успешных операциях, для того, чтобы ослабить, напрячь, но говорить о задаче наступления в этой ситуации, мне кажется, это скорее риторика для пропаганды. Практическая задача, скорее всего, в другом состоит. Как теперь решаете системные проблемы обеспечить эффективную проактивную оборону? Это будет по-честному. А я теперь складываю это все в кучу вместе. То есть если практическая задача, несмотря на риторику, это проактивная, но эффективная оборона, потому что есть эти системные проблемы. И второе, если есть приоритеты, и они выглядят не как победа с маршами, а как нанесение такого уязвимого поражения противника в такой чувствительной зоне, Крым, то простят меня военные, наверное, планируются какие-то эффективные локальные операции, имеющие тактическое значение с возможными стратегическими последствиями. С возможными. И это вряд ли обвальное наступление. Скорее всего, это какие-то сложные многомерные операции с использованием имеющихся ресурсов ракетных, возможно, диверсионное действие, бомбардировки территории, те же ДВРГ, даже десант, но вряд ли больше. Вряд ли больше. Я думаю, что вот такого рода действия могут как минимум быть нацелены на то, чтобы отвлечь противника от больших планов наступления. Потому что есть та сторона ситуации, которую мы обсуждаем, но как-то так стыдливо, мне кажется, даже со страхом. Россия будет наступать. И будет наступать системно, подготовленно, последовательно, уже выяснив все сильные и слабые стороны имеющейся у ВСУ обороны и имея резервы. О резервах уже говорил Архаме, о направлении удара говорили военные эксперты и политики до Востока, о тактической задаче, которую никто не отменял, полный захват Донбасса тоже известно. Ну и есть рамка, которую завил Верховный Главнокомандующий противника Донбасс и так называемая санитарная зона. В принципе, здесь, ну все на поверхности и у врага есть на то на сегодня силы и превосходство. Давайте теперь посмотрим на это со стороны нашего политического военного командования. Противник планирует в этом году завершить операцию на Донбассе, противник планирует обеспечить себе санитарную зону, это по всей видимости речь идет о 80-100, а то и больше километрах по границе. У противника есть действующая на нашей территории армия, числено, там 1600 он называл, Путин, и со слова Рахами еще там где-то 200 тысяч готовится на восточном направлении. Это все публичная информация, я, собственно, особых изысканий не делаю. Вот по всей видимости на самом деле готовиться нужно не столько с каким-то своим головокружительным наступлением, а к тому, чтобы планы врага не были осуществлены, иначе это действительно будет серьезное поражение, причем такое системное поражение Украины. Вот так я вижу задачу, которая поставлена перед новым главкомом Сырским. И судить о том, насколько меры, которых он заявил, адекватны, тут нет времени. Вот все, что недавно заявил Сырский, это не на год. Ему это все нужно подготовить, обеспечить максимум за месяц. В марте мы с вами сможем совершенно спокойно давать оценки, что же происходит, насколько быстро и эффективно новое командование и новый состав Генштаба, судя по всему, справляется с этим, потому что противник не собирается ждать наших планов, реализации наших просьб на Западе по вооружению, эквадорской техники и прочего, прочего. У него другой план. Судя по всему, где-то с весны как раз противник, по всей видимости, начнет наступательные операции по своему заявленному плану. Ну и мы еще не касались этой темы, но вот один из эффектов недавнего интервью Путина Карлсону, один из эффектов, он дал понять, что пока тут большая дипломатия будет проворачиваться, пока будут созревать крупные игроки по поводу переговоров, Россия будет реализовать свои планы. И она уверена в силе, в успехе. Да, здесь он дал понять, что они движутся, как движутся, и никаких остановок им будет. Продолжение следует...